Друзья мои, прекрасен наш союз! Он как душа, неразделим и вечен, негалевим, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных мус. Музыка, тексты, даже сам образ лицеистов все наглядно говорит о месте проведения событий и его героях. Перед нами молодые люди, знающие о Пушкине непонаслышке. Их образ жизни, манера воспитания, культура общения все говорит о высоком уровне интеллекта и мотивированности на результат. Именно такие ребята приходят за знаниями в Брестской лице номер один, названный в честь классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина. В год 30-летия учреждения в его стенах появился бюст поэта – подарок российской дипломатической миссии. Конечно, мы не могли не поздравить наших добрых друзей, преподавательский состав, учеников с этим большим юбилеем. И решили мы попробовать, и у нас поддержало посольство Российской Федерации в лице чрезвычайного полномочного посла Дмитрия Федоровича Мезенцева, изготовить и передать в дар этому прекрасному образовательному учреждению бюсту Александру Сергеевичу. Нам очень большую помощь без Международного благотворительного фонда «Диалог культур». Мы бы не смогли этот проект реализовать, и хотелось бы отдельно поблагодарить руководителя Международного фонда господина Боярамова за этот прекрасный подарок. Знаменитая личность, безусловно, в истории, эпохальная личность. А для нас в истории города эпохой, эпохальным событием является создание, открытие лицея, которое произошло буквально 30 лет назад. Лицей за многие годы подтвердил свой статус лучшего учебного заведения не только города и республики. Не зря, наверное, когда-то в 2004 году ему было присвоено имя Великого Повета. Путь становления лицея как учреждения не был простым, но благодаря таланту педагогов, не безразличию и инициативности администрации, и, конечно же, творческим, креативным и при этом таким одаренным юношам и девушкам, имя лицея номер один имени Александра Сергеевича Пушкина известно не только в Беларуси, но и за ее пределами. Церемония открытия Бюста стала поводом обратиться к истории и вспомнить, сколько сил и труда было вложено в то, что имеет нынешнее поколение учащихся. Много побед, много достижений. Великолепный коллектив, который по-прежнему не опускает планку нашего учреждения, держит. Ребята с каждым годом все более и более талантливые. Эмоции переполняют, потому что, вы знаете, летят со всех концов мира, я бы сказала, не только нашей Родины, со всех концов мира летят поздравления от наших выпускников, в адрес коллектива, в адрес нынешних лицеистов. Сегодня в Пушкинском лицее номер один обучается более 300 молодых людей. Они с удовольствием постигают азы физики и химии, математики, биологии, филологической дисциплины. Да, требования здесь высокие, но и результат того стоит. Среди юношей и девушек немало победителей районных, областных и республиканских олимпиад. Но самое главное – это то, что лицеисты не боятся трудностей. Они учатся, участвуют в различных конкурсах, викторинах, фестивалях. Полученный опыт становится для них отличной возможностью для формирования разносторонней и гармоничной личности, что особенно важно в современном мире.